Новая жизнь. Беседа номер 257. Здравствуйте. Спасибо, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл учебной беседы с рам доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман. Здравствуйте. В эфире «Новая жизнь», и мы хотим улучшить нашу жизнь, сделать её действительно новой, чтобы она была лучше, чем сегодня. И всякий раз мы рассматриваем определенный аспект нашей жизни, определенную систему взаимоотношений жизни, и стараемся понять, как её улучшить. Сегодня мы обратим внимание на жизнь в квартале, в районе, как можно улучшить нашу жизнь, я, моей семье, в моём квартале, в моём районе, и поднять это на более высокий уровень. На более высокий уровень, что происходит в районе, что происходит между нами в взаимоотношениях с другими людьми. И между разными районами, как можно их улучшить. Это тема сегодняшней нашей беседы. И мы рассматриваем любого человека, будь то житель района. Я и моё окружение Ницца, пожалуйста, веди нас в курс дела. Итак, мы сегодня хотели бы сфокусировать наше внимание на взаимоотношениях человека с жителями его района, в котором он живёт. Мы знаем, что район — это некая единица, в которой существуют разные взаимоотношения между людьми, которые живут в той же среде. И у них много общего, общие дороги, общий тротуар, общие обслуживания от муниципалитета и так далее. Мы бы хотели сегодня проверить вместе с вами, как влияет эта особая зависимость между людьми, которые находятся в рамках одного района. Это первый вопрос. Мы видим, что развитие человека, мы говорили об этом неоднократно в наших беседах прошлых, развитие человека происходит поэтапно, и мы развиваемся так, что в нас развивается эгоизм. Когда мы достигаем нашего поколения, то возникает особое состояние. Все, то есть все исследователи и разные авторитетные люди говорят о том, что наше время очень особенное, но необычное, и человек как бы уже реализовал себя в технологиях и в разных других сферах жизни. Мы уже достигли определенного кризиса в наших взаимоотношениях, в направленности экстра, то есть от нас вовне, и пришли к не очень хорошему состоянию. Имеется окружение, природа, земной шар, близко, либо далеко от меня, но в моих взаимоотношениях с окружением я нахожусь в состоянии плохих взаимоотношений, плохой реакции. И здесь мы видим, что у нас нет иного выхода, мы должны в конечном итоге менять самих себя, потому что подход всего человечества, политиков, экономистов, финансистов, родителей и детей, всех-всех, взаимоотношения человека и его окружения плохое, будь то маленькое окружение, большое, широкое, либо все человечество. Мы любим, что все пронизано кризисом, начиная от моих взаимоотношений с родителями, детьми, с супругом, с супругой, с соседями, и в районе. Все это результат природы человека. И сейчас мы получаем такую реакцию со стороны природы, окружения, семьи, всех-всех, которая обязывает нас к какому-то изменению. То есть мы должны рассматривать, видеть в этом место для изменения человека. И посредством изменения человека мы вызовем изменения в обществе. Это прежде всего, как мы говорили о семье, о детях, о родителях. Мы должны понять, что исправление моих взаимоотношений с районом зачастую подобно тому, как я должен изменить, исправить мои взаимоотношения в рамках семьи. Есть дети, женщины, мужчины. Мы живем на общей территории, мы платим за это деньги, за коммунальные услуги, пожарная безопасность, уборка, освещение, уличное освещение, парки. Очень много услуг. Кроме того, услуги по поддержанию порядка, общая атмосфера в районе очень важна. Мои дети играют, может быть, на улице, возвращаются поздно. Есть женщины и тому подобное. В районе могут быть кафе, рестораны, магазины. Все это относится к понятию «общее окружение». Оно очень важно. И мы видим, насколько это важно, кроме даже этого многоэтажного дома и взаимоотношений с его соседями, важно то, где он именно находится территориально. сам дом и что из себя представляет весь район. Когда мы говорим кому-то «Где я живу?», то понятно, кто я и что я. Как Манхэттен на какой-то улице западной, восточной и какой номер? Верхний, нижний? Понятно. То же самое здесь. Мы видим, что в Европе так же весь мир разделен на северную часть более аристократическую и южную более плебейскую. В самом городе это не всегда так, а иногда и так. Да, это очень интересно. Юг всегда более скажем так с более трудной судьбой. Нужно поступать соответственно. Как нам оздоровить атмосферу в районе? Мы должны видеть, что это зачастую разделяется на... Может быть, мы начнем действительно... Но прежде всего я бы хотела как-то выяснить из одного исследования, которое я прочитала. Там рассказывается о том, что раньше район имел очень большое влияние на человека. Но начиная с 70-х годов, поскольку человек стал более... получать более обобщенное влияние. Район стал меньше влиять на него, но все-таки в последние годы, именно в последние годы район снова получает новый характер. Это не то, что было раньше, но все-таки эта тема, именно значение района это некий знак статуса человека. То есть когда ты знаешь откуда из какого района человек, ты уже знаешь о нем многое. И когда ты хочешь, допустим, как покупатель квартиры, ты ищешь квартиру по району. То есть район это действительно очень важный момент. Есть очень много комитетов районных. Раньше такого не было. сейчас эти комитеты очень сильные органы. Все понимают, что район это очень важная вещь для человека. Люди зависят друг от друга. Стараются поддерживать то. Да, и мы стараемся сохранить этот в любой форме. Но у каждого района есть свои проблемы, какие-то кризисы, какие-то переломные моменты. Когда мы посмотрели, мы увидели, что есть очень много общего между разными районами и вообще по всему Израилю. И мы хотели бы поговорить о таких вещах общих. Раньше сейчас людям очень люди готовы платить больше денег, чтобы жить рядом с парком, рядом с каким-то... Потому что им приятнее жить ближе к природе, это место встречи, но такое место часто становится источником опасности. Да, источником места, где происходят разные не очень приятные события. И потом мы хотели бы поговорить об этой теме в районе, в которой существуют взаимоотношения взаимной зависимости. Есть такое явление. Я, например, после того, как я жил 10 лет на границе Раматгана, я сказал, я перееду в Петахтику с широкими пространствами и начал жить в районе, который мне казалось зеленым. я купил квартиру в трех минутах ходьбы от парка и сказал себе, очень хорошо, наконец-то я живу в таком районе, кто вам хочу. И так я выбрал, в котором они живут уже 5 лет. И тут я начал обнаруживать различные явления, которые связаны с этим парком. Например, в субботу прямо под окнами моего дома начали жарить шашлыки. Я чувствую запах жареного мяса. Моя жена готовит мясо также, я чувствовал это. Я не видел этого мангала, но почувствовал запах. И увидел, что в субботу запах жареного мяса из парка достигает моей квартиры. Зимой холодно и я не открываю окна, но летом я открываю окна, потому что жарко и все шумы, которые издают подростки и все, кто гуляет в парке, я их слышу. Если день рождения, когда собирается в парке большое количество народу, приглашают клоунов, устраивают настоящее представление, и все это прямо под окнами моего дома. И если это еще как-то можно было бы вытерпеть, недавно появилось новое явление, это страх. Что значит страх? Я не разрешаю своей дочери, она подросток, гулять в парке, когда стемнеет. И я нашел решение. Когда она выходит из автобуса, я разработал определенную трассу, определенный маршрут, по которому она идет домой. И я постановил дома, что если как стемнело, мы не гуляем в парке. И я сам боюсь тоже в поздние часы или по ночи заходить в парк. Почему? Потому что, когда я захожу в парк, я вижу, что там подростки различного возраста сидят с бутылками, с наргилой. атмосфера такая, не то, что у меня случилось со мной именно что-то, но такая атмосфера, очень неприятное ощущение, что это агрессивность. Как будто ты заходишь в парк, словно ты заходишь на территорию таких опасных игр. Я не ожидал того, когда я купил квартиру здесь. Наоборот, я думал, что здесь будет зелень, это будет успокаивать от меня и вдруг как бы получается, что вроде бы все хорошо и замечательно, но из-за поведения других людей, которых я даже не знаю, это не то, что даже мой сосед, которых я знаю, с которым я знаком. Здесь более общее такое отношение с людьми, которых я даже не знаю, но она давит на меня, и я даже не знаю, к кому обратиться с этим. Это есть проблема, не к кому обратиться. Моя жена решила жить на 19-ом этаже, это дом с окнами в сад, в парк, там есть большая игровая площадка для детей, трамплины и тому подобное, озеро с рыбками, золотые большие рыбки, толстые, постоянно кошки там стоят и пытаются поймать их. Очень интересно. Но там на самом деле началось распитие пива по утрам, затем начались крики из этого парка, и тогда собрались мужчины. парк. Я думаю, что они там навели порядок, но все прекратилось. Затем оттуда появились туристы из Азии, которые пытались поймать рыбу и съесть их. Их тоже им объяснили. И парк поддерживается в очень хорошем состоянии, там нет ни тех, ни других. Я вижу, что все хорошо. Конечно же, всегда можно добавить чистоты, и чтобы было меньше собак, но это не просто собаки, вместе с их хозяевами. Но более или менее. Если мы хотим большего, требуется приложить множество сил. Нас много. Мы должны понять, что если я смотрю на это в общем, то я могу сказать так. Если мы должны соответственно общей программе развития человечества быть более объединенными друг с другом, то, естественно, возникнут еще дополнительные проблемы и дополнительные причины, подталкивающие нас к объединению. Поэтому то, что происходит сейчас, это только временный перерыв и ограниченный промежуток времени. Это касается и семей, и детей, семей, и городов, государств и всего мира. Все проблемы и неприятности мы должны рассматривать следующим образом. Они возникают, чтобы мы объединились вместе, чтобы мы были как один человек с одним сердцем, чтобы мы вступили в диалог, вступили и установили отношения любви и солидарности. Природа ставят это перед нами как цель развития человека. Мы видим это в разных проявлениях природы, в разных ее формах, в отношении природы ко всем. Она относится ко всем как к одному, целому. поэтому и неживой растительный животный уровни представляют собой одну систему, кроме человека, который открыт на все четыре стороны и делает все, что ему хочется и нарушает все эти законы, используя свою силу и свой характер и свой эгоизм. Человек нарушает все границы. И я вспоминаю, каждый раз, когда я прохожу через парк, я вижу такую огромную вывеску, на которой написано правила поведения в парке. И если ты почитаешь эти правила, то ты увидишь, что там все написано. Запрещено жарить мясо, использовать мангалы, запрещено шуметь в вечерние часы. То есть все это есть. Запрещено с собаками. То есть все, что написано, все эти пункты не соблюдаются в парке. То есть мы пытаемся в нашем районе определить какие-то правила поведения, но они не соблюдаются. То есть люди нарушают все границы. Если у себя дома он начнет с ума сходить, то это еще как-то его дело. Но когда это влияет на меня, это уже становится проблемой. Тебе подстроят с небес, то, что называется. Он будет сходить с ума у себя дома, но ты не сможешь успокоиться у себя дома. Потому что цель всего этого сумасшествия, которое должно пройти, чтобы ты соединился с другими и изменил свои взаимоотношения с ними. Ты с ними, они с тобой, чтобы вы установили лучшую систему взаимоотношений. А не для того, чтобы ты закрывался за своей дверью и думал, что все в порядке. наоборот, тебе придется раскрыть все двери и установить со всеми связь. И тогда именно тогда ты ощутишь благо, спокойствие, благоденствие. И будешь нюхать цветы, слушать птиц, будет тихо, будут красивые облака на небе, солнце, все будет еще лучше, чем у тебя было в твоем поселке. Можете ли объяснить простыми словами, я не совсем понимаю связь, связь между этой проблемой в парке и решением, которое вы предлагаете. Как это связано между собой? Я исследователь. Я смотрю на человечество и вообще на всю жизнь в общем глазами исследователя. Психология, философия, но общий взгляд, включающий в себя и историческое развитие, эволюционное развитие, как природа влияет на человека, как человек влияет на природу. Смотрите, сколько сегодня пишут о наших взаимоотношениях с природой, что как мы влияем на природу и получаем соответственно реакцию, начиная от ураганов, цунами и тому подобное. все расшатывается в основах и перестает правильно функционировать. И это соотносит с человеком либо напрямую, либо говоря даже мыслью своей. Взаимоотношения между нами оказывают влияние. Есть исследование, я рассказывал как-то раз, когда я был в Оксфорде, я разговаривал с одним исследователем. Мы сидели в ресторане и наши товарищи были вместе с нами и он рассказал о том, что у них есть порядка 60 лабораторий по всему миру. Они исследуют взаимоотношения между ними, их состояние, их настроение и как это влияет на общую атмосферу и как природа реагирует и тому подобное. Это вещи известные. Это было уже много лет тому назад, еще до начала кризиса. 2004 год может быть. Да, порядка 10 лет тому назад. Что я хочу сказать? Что так и есть. И мы должны видеть в этом общую тенденцию. при том, что мы, согласно нашему внутреннему развитию, хотим закрыться внутри бетонной коробки, но мы хотим, чтобы в этой бетонной коробке был и фонтан, и рыбки, и детская площадка, и все условия. Я хочу быть... Но это не получается. наша природа обязывает нас оставаться эгоистами, но вместе с тем искать компромиссы, находить промежуточные варианты между тем, чтобы я шел на ступке другим и моими интересами. и мы должны понять, что если общая тенденция природы в том, чтобы привести нас, подвести нас к равенству и к общему единству всех систем природы, то мы должны понять, что в этом вся причина, почему нам плохо, почему есть кризис, почему мы не способны никуда убежать и эгоистическим образом мы не можем решить никакие проблемы, почему разные умные люди не могут привести в порядок жизни, почему? Потому что они продолжают добавлять стены, строить стены между людьми, вместо того, чтобы их объединять, вместо того, чтобы изменять человека, они хотят изменить природу, и получается, что они делают больше ущерб вместо выгоды, то есть тенденция это останется, мы не сможем здесь изменить ничего, природа старается привести все к балансу, мы говорим, откуда, почему возникают ураганы, это баланс между давлением в атмосфере, почему вдруг возникают землетрясения, потому что это возникает как реакция земной коры, и так далее, и так далее, и мы не можем остановить эти вещи, мы, может быть, действительно, мы вызываем нашим отношениям к природе все эти негативные явления, и есть об этом множество исследований, согласно статистике, они действительно могут показать, что связь имеет место. Кроме того, когда мы говорим о проблемах, имеющихся как в семье, так и в районе, либо прежде всего дома, как мы говорили, затем в районе, в городе, в государстве и так далее, мы должны понять, что эти проблемы в конечном счете имеют ту же самую тенденцию и ту же самую причину. И, видимо, если так, то решение должно быть таким же. мы должны применять его как в общем, так и в чем оно. Я думаю, что все это нельзя решить, если мы не изменим человека. Почему мы говорим о детях или о молодежи, которые шумят, или о тех взрослых, которые жарят шашлыки или о собаках. Я вижу, что нельзя пройти по улице, в моем районе нельзя пройти по улице, это считается элитный район, нельзя пройти по улице от собак, это просто страшно. И никто не убирает за своими собаками, хотя есть специальные урны, специальные пакеты, но таков человек, как же можно. если я иду и вижу, что кто-то не убрал за своей собакой, если я ему скажу, что будет, даже если это элитный район, я получу такое, что не стоит связываться. А как происходит, что человек не понимает, что те элементарные законы и правила предназначены, чтобы сохранить его спокойствие? Ничто не поможет. Все призвано исправить нас. Зачем мы организовали эту беседу, чтобы обсудить, что происходит в районах? Люди могут прийти и сказать намного лучше, чем мы, но мы сидим здесь для того, чтобы сказать, единственное лекарство это изменение человека. А иначе для чего наши разговоры? Кто не знает, что происходит с ним? И кто не знает, что ничто не поможет? Приведи полицию, заплати деньги, приведи дружинников, кого угодно. У нас нет другого выхода. В конечном счете, даже если мы объединимся с хорошими соседями и сделаем между собою какой-то договор, он не будет действовать. Нет? Он будет действовать только при условии, что мы, используя это состояние, начнем объединяться. То есть вся причина всех плохих вещей в том, что мы не достигаем объединения. Поэтому если я просто так обойду всех, соберу со всех по 100 шекелей в месяц, мы наймем людей, которые будут убирать за собаками. Мы заплатим нескольким людям, которые будут ходить по ночам и следить за порядком, разгонять всех, всю эту шумящую молодежь. Мы же хотим дать им какое-то место, они хотят где-то собираться им положено. Ну, допустим, это все вопрос денег, это не поможет. Дай миллион долларов в месяц этому району, и ты не сможешь навести там порядок. Не сможешь. Не получится. я видел такие вещи, и мои близкие в Канаде в Америке пытались. Нет. В конце концов, тенденция такова, чтобы человек изменил себя. Проблема в том, что мы не перестаем наносить ущерб природе и самим себе, и мы пришли к такому состоянию в нашем развитии, поэтапному, к состоянию, когда мы сейчас вынуждены вступать в связь друг с другом вопреки своему эгоизму. и поэтому я не вижу здесь иных способов решения. Есть много примеров тому, что вы описали. Какие-то инициативы районные, они не взяли кого-то за деньги, а сами. Я могу привести пример? Это может помочь, потому что мы вступаем в связь друг с другом для того, чтобы поддерживать порядок в нашем районе. тогда выходят мужчины, собираются женщины с детьми и выходят из своего бункера и своего футляра. Это нечто иное. Мы уже сближаемся друг с другом. Тогда может быть, что это поможет. Я может быть приведу пример. Я читала об этом в интернете. Это действительно показывает, иллюстрирует то, что вы сказали. Есть один из района в Израиле, который очень страдал от воровства. И встал один человек в районе и решил и он раздал всем людям в почтовые ящики записку, на которой написано «Знаете ли вы, кто ходит по вашему дому по ночам?» Когда все немного пришли в себя и вместе создали народную дружину, которая ходила по ночам и следя за порядком. Это действительно свело почти к нулю все эти ночные случаи. И тогда они увидели, что это хорошо пошло и начали развивать вместе какие-то дополнительные инициативы. Но что там сработало? Давайте попытаемся проанализировать всего лишь, что произошло. Они объединились против какого-то внешнего фактора. Внешний фактор лишь причина. Как говорят ребенку, медведь, на улице тебе нельзя выходить или темно. Это лишь причина, которая видимо нашему глазу. Но причина была в том, что мы отдалены друг от друга, а по природе мы должны выработать интегральный механизм. Как весь этот глобальный кризис мы должны действовать вопреки к нему и единственный способ это объединиться. Какими способами можно объединиться в рамках района? Мы видим здесь, что вокруг каждой проблем, трудностей можно объединиться. Допустим, мы говорим сейчас о проблемах шума, беспорядка в парке. Есть проблемы, когда воруют машины, залезают в дома и так далее. Есть разные такие явления. вокруг каждого из этих явлений люди могут объединиться, либо продолжать бездействовать. Какую идею или решение можно дать району, которая помогла бы людям объединиться и сделать район лучше? Ничего, кроме неприятностей. Я не вижу никакой иной причины, которая может обязать людей к объединению. Не вижу. Как может быть? Что обяжет меня? Заботиться о тишине, если нет шума. Заботиться о чистом воздухе вместо этого мангала, который дымит на весь дом и наполняет дымом его гостиную. Или если мои дочки не могут пройти рядом с домом спокойно. Неприятности есть, с этим у нас нет проблем. Что делать с этим? Как решить эти проблемы? Проблемы есть в каждом районе. Если есть неприятности, то зависит от людей. Как мы можем воспитать? Что вы предлагаете району? В каждом районе есть проблемы. Одни или другие. Есть даже общие проблемы. Как вы привели пример, дорогостоящий район, в котором есть проблемы. Если мы в любом месте мира возьмем район, мы можем определить до десяти проблем, которые общие для всех. То есть вопрос не в проблемах. Это существует. Что вы предлагаете? Будет еще. и будет еще больше? Прекрасно. Это то, что утверждаю. Так чтобы мы объединились, что вы предлагаете району, чтобы объединиться? Что я предлагаю? Ваше личное предложение. Прежде всего, должен быть инициатор. Люди просто так, пока боже упаси не случится какой-то инцидент. Но желательно, чтобы мы не допускали такого и сделали бы какое-то превентивное действие. Нужно все же женщины могут сорганизоваться между собою. Мужчины, как правило, более равнодушны. Но нужно что-то сделать. Взять и обязать себя установить связь, определить, как обычно, все вещи. Я не знаю. Может быть, что если ты спрашиваешь меня, я бы выступил от имени общественного психолога, взял бы какой-то дом и пришел бы к людям и объяснил, что можно делать. эти проблемы существующие везде. Что можно сделать? Ну, скажем, пригласили вас. Во-первых, я организовал бы общее собрание. Они не знакомы друг с другом, как правило. Не знают, кто их соседи. А соседние дома вообще не знают, кто там живет. Они даже не нуждаются в этом. Но для совместного действия все же страдают. Должен быть какой-то контакт. Я бы организовал такое собрание. Есть собрание. Знакомство. Мы бы поговорили об этом и нашли бы какое-то решение. То есть, прежде всего, я бы предложил им так деликатно установить более тесную связь между ними. Если мы говорим о внутренней причине, то лишь объединением между нами можно решить. И что бы вы сделали? Я бы говорил с ними так. Напрямую нельзя говорить об этом человеком. Он против этого. Это напрямую вопреки его эгоизму. Сейчас каждый выйдет из своей квартиры, начнет обвиняться с соседями, у каждого нос задран. Я тебя не знаю, ты меня не знаешь. Я вижу, что люди в моем доме есть такие, которые даже не здороваются друг с другом. Не из-за того, что плохих отношений, а просто между ними ничего общего. я вхожу в лифт, такое впечатление, что я попал на другой конец света. Иногда между седьмым и третьим этажом есть подруги. Ко мне говорят, разговаривают, и одна спускаясь с третьего этажа, та на третьем уже ждет ее, тогда они спускаются вместе, и о чем-то говорят в лифте. А так тишина, все поднимаются, стоят, выходят. Как будто я нахожусь в офисном здании, в офисном многоэтажном небоскребе. Именно так. Там даже еще как-то о чем-то говорят. поэтому говорить о чем-то с людьми об объединении невозможно. О проблемах этого района. Да. Вокруг проблем можно что сделать? До этого мы поняли, что есть собрание. Хорошо, скажем, есть общее собрание района. И что происходит на этом собрании? Что происходит в собрании? Вы сказали, что хотите собрать собрание. Как-то нам удалось это организовать? Что происходит дальше? Я вижу, что у госпожи есть список районных проблем. Да. Давайте их рассмотрим по порядку предпочтительности, что важнее, что меньше. И начнем их решать. Но начать решать можно только через связь между нами. А не то, что мы сейчас каждый заплатим по 100 шекелей в месяц и пригласим кого-то, который будет этим заниматься. То есть тут очень четкий принцип. Как объяснить им это? Вот в чем вопрос. Но принцип таков. Принцип заключается в том, чтобы не нанимать внешние услуги, а самим ... Желательно так. Начать издалека может быть так. Почему? Допустим, если я думаю, почему это звучит логично, потому что естественным образом, поскольку это касается меня лично, я буду как-то более заботиться об этом. Нет, так я... Если это все упирается в 100 шекелей, возьмите и оставьте меня в покое. не хочу ничего слышать. Бери и оставь меня в покое. Да, мы живем в очень эгоистическом обществе, каждый друг на друга презирает. Я могу... Если я могу купить себе тишину за этого мизерного сома... То есть, если я правильно понимаю, может быть, первое, что мы должны пробудить в человеке, это какая-то забота. Сейчас людей вообще-то ничего не интересует. прежде всего нужно пробудить в них заботу в этом процессе. Допустим, сейчас я представитель районного комитета. У нас, допустим, какая-то большая критическая проблема, и я приглашаю всех, как вести этот процесс. Я не знаю. Мне кажется, что подход, ждать и обращаться ко взрослым, это очень тяжело. Только если, боже упаси, случилось какое-то несчастье. То есть, это должно быть что-то такое... Оказало такое воздействие пугающее. Не то, что квартирная кража, или что-то с собакой, или какой-то шум. Нет. поэтому я бы действовал через организацию детей. В районе? Через детей. Что бы вы сделали? Там есть парк, там есть зелень, есть детская площадка. Можно пройти туда и начать делать какие-то детские мероприятия, игры, чтобы это было хорошо, приятно, не обязательно делать в маленьком районном парке, а можно в городском. До того напечатать объявление, что мамы могут приходить с детьми, и когда придут женщины, то с ними уже можно начать говорить. Обычно если это женщины через женщин, а не мужчины, тогда мы сближаемся с женщинами. это главное. Мужчина всегда посевен, и с ним не о чем говорить, потому что женщина решает. И это то, что мы должны сделать. Таков должен быть подход. Если мы задействуем детей, мы их рассаживаем, устраиваем семинар. Кого? Детям. Детям. Обучаем их, как красиво друг с другом разговаривать, как их всех зовут, какие глаза у него есть. Задаем им какие-то вопросы, играем с ними в такие игры, вопрос-ответ, загадки какие-то. То, что принято у детей. А затем через это мы можем привлечь матерей. дети приглашают мам. Мама, иди сюда. Мама приходит. И так мы маму задействуем в игру. И она видит, что игра очень интересная. Что это за игра? Игра в объединение. Как объединиться, как мы встречаемся друг с другом, как мы знакомимся друг с другом. То есть это семинар. Семинар. Тем самым в этом мы специалисты. и тогда мы такими семинарами я не вижу никакой иной формы, кроме детей и женщин, матерей. Это хороший, правильный, легкий подход. Я скажу тебе еще. Именно в моем районе в субботу в 9 часов утра 8-9-10-11 часов папы с детьми выходят на улицу на детскую площадку, потому что мама, видимо, наводит дома порядок и выгоняют их наружу. Тогда они идут на улицу. Обычно он с газетой в руках, а дети там. Я бы использовал и это время, может быть, даже вместе с папами, потому что если ребенок заставит отца, то он сядет рядом с ним. Может быть, так мы тоже можем что-то сделать. Давай вернемся к матерям. Это, мне кажется, более интересно. Вы говорите, есть парк, какой-то садик, и там можно развлекаться с детьми, какие-то связи устанавливаем. Цель установить какие-то связи между нами. Да, это направление. Это есть причина, почему у нас такое плохое общество. Чтобы мы установили между собой хорошие связи. Для этого мы используем детей в районе. Хорошо, поехали дальше. мы играем с детьми, как-то устанавливаем с ними связи. Как результат из этого вы говорите, что мы сможем также создать какие-то более хорошие связи для матерей с помощью семинара. Я не понял. Может быть, вы объясните мне, в парке семинар вместе с детьми, как это будет? Да, после того, как я это сделал с детьми, я делаю то же самое с мамами. Что мы делаем тогда? Мама, сын, мама, ребенок, мама, ребенок. Дети и матери вместе? Что это? Какая садина? Как это будет? Например? Знакомство. спроси свою жену. Хорошо. Она за. Сейчас я не могу на этом сосредоточиться, потому что я на ином уровне. Ну, неважно. Какая цель этого всего? Сблизить женщин. Матерей? Матерей. Как вы измерите это сближение? Как я измерю это сближение? Насколько они идут навстречу друг другу? Что это означает? Не знаю, что это идти навстречу. Не очень знаю. Идти навстречу означает, что я хочу, чтобы кому-то другому было хорошо. в общем, не вдаваясь в высокие материи, просто идти навстречу. Я вижу, что язык изменился. Не просто вежливость, появилось тепло, появилась близость. И мы видим, что наши дети играют вместе, мы живем рядом, мы уже можем, может быть, быть подругами в чем-то. Так немножко, но в чем-то. в тот момент, когда я вижу, что между нами возник какой-то контакт, связь между ними, я начинаю давать им тему, предмет обсуждения. Какой предмет? Какие проблемы в парке? Какие проблемы между домами? Какие проблемы в подъездах? Какие проблемы с собаками? в вечернее время суток с манголами и так далее, и так далее. Ну, так вежливо. Что это значит? Ну, чтобы не было сплетен об этом всем, но главное подвести все к исправлению. Обсуждение должно быть направлено на исправление. Что делать, чтобы мы получили пользу, получали пользу и удовольствие от нашей общей среды обитания. Как нам построить здесь такую среду обитания? Почему нам это выгодно? Для чего? Понимаешь? Здесь я уже ввожу более внутренне уровень. Я не очень понял это. Потому что я могу им передать основы моих отношений. Все равно я не понял. Вы сказали, что начинаем разговаривать о проблемах, которые у нас есть в районе с собаками, с мангалами, и тогда вы сказали, что направление не просто разговора, а исправление ситуации. Да. Мы не можем решить эти проблемы тем, что мы купим полицейских или несколько дворников и сделаем место, для шашлыков где-то вне границ нашего района. Мы должны менять отношения между собой. И через изменение взаимоотношений эти вещи решатся. Мы сможем их исправить. Как в семье. Прежде всего нужно дать им ощущение того, что дом, соседи, район это как семья в более широком масштабе. Но когда масштабы становятся более широкими, включают большее количество людей, это не значит, что здесь я начинаю переступать через законы взаимоотношений, которые есть в семье. Что это за законы? Взаимопомощь. Я не говорю о личном отношении, которое есть между мужчиной и женщиной, семьей. Кроме того, что они люди, должна быть взаимопомощь между мужчинами и женщинами, между мужчинами и мужчинами, с одной стороны, женщинами и женщинами, с другой. Между детьми. Вся семья это один большой мужчина, весь район, и одна большая женщина, и их дети, сколько их, двое, трое, хотя это тысячи людей может быть. Но так я смотрю на район. Это одна семья. И такой образ я себе изображаю. И что хорошо для этого образа? Им нужен парк, им нужен бассейн, им нужна школа, им нужен детский сад, им нужна зелень, чтобы было чисто, чтобы мой сын маленький не копался в каком-то мусоре собачьем помете, чтобы мы должны сделать отдельно площадку для собак, пусть они там гуляют. Да, почти в каждом доме есть собака. Есть место для собак, есть место для детей, это не должно быть общее место. Есть место для мангала, давайте сделаем, давайте посмотрим, где это можно сделать. Давайте сделаем даже такое место, и прием решение, что мы все туда пойдем, и тогда ты тоже будешь делать шашлык, вместе со всеми. Представляешь себе такое? Не очень. С ним нужно долго работать. Это очень красивый образ, что вы описали. Тут вы дали место каждой из потребностей. Да, конечно. То есть и для собаки, для ребенка, и для жарки шашлыков, но ко всему этому мы приходим из общего понимания и согласия. Только тогда, когда мы видим район как один дом, где живет мужчина, женщина и двое детей, допустим, в среднем, мальчик-девочка, и тогда мы понимаем, что должно быть. И через объединение. Я хочу вернуться к тому моменту, когда дети гуляют с матерями в парке. Как вы можете дать это ощущение матерям с детьми, что весь район это единая семья? Диалог. О чем говорите? Можно прийти туда с какими-то мероприятиями для детей? Ну, с детьми это... Я спрашиваю о том, как заниматься с детьми. Я сейчас понял, куда вы клоните. Вы хотите создать ощущение близости у жителей района, что мы одна семья, один мужчина, одна женщина, ребенок и собака. Давайте посмотрим, что нам нужно и устроим свою жизнь оптимальным образом. Я рассаживаю всех, всех девочек. Начинаю с ними игру, когда они сидят кругом. другом. А затем я так или иначе подвожу к ситуации, что они зовут своих мам, и мам я рассаживаю сзади. Мы начинаем игру знакомств. В чем проблема? Не проблема. Мы эту игру знакомств прошли. Но как мы создадим ощущение семьи? Ведь мы не семья. но мы говорим насколько мы связаны друг с другом. Зависим друг от друга в нашей среде. Что между нами общего и что не общего. Я играю в это с девочками и через них я приближаю матерей. А не лома кир это 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 я не знаю как это делать психологически. я не говорю об этом. Вы имеете опыт. Я спрашиваю цель которую вы поставили создать у людей чувство что не единая семья? Это постепенно. А это постепенно. Каковы точки в дороге? Мы должны говорить об общих проблемах. Это понятно. Говорим об общих темах. И затем мы начинаем сближаться. И с помощью этого сближаемся. Я до сих пор не смотря на то, что программа кончается. Если мы как мы можем подытожить все это все это что между нами не то чтобы нужно изменить. Я все это слышал. Что вы хотите от меня чтобы я сделал. Я слышал от жены что нужно изменить эту ситуацию на благо всех вместе. Если для этого нужно 100 шекелей я говорю возьми 100 шекелей и до свидания. Что из этого мне выйдет. Это в принципе очень-то общее дело. Каждый дает 100 по 100 шекелей. Есть общая проблема. Мы складываем деньги и решаем проблему. Что в этом плохого? Или это плохо? Или только созданием общего ощущения единства можно достичь это? почему я соглашусь на то, чтобы это сделать? И почему плохо то, что мы с помощью денег решаем проблемы? Ты не решаешь проблему. Я знаю, что ты этим не решишь проблему. Старшекерами не решишь. Вы сказали дай миллион долларов и все проблему не решишь. У тебя появятся другие проблемы. Хорошо, так вы мне предлагаете другую проблему в другом стиле, который решит проблемы. Что это за стиль? В чем заключается решение? Связь между людьми. Откуда возникают все проблемы в общем кризисе, который у нас прорывается из всех мест? От отсутствия связи между людьми. Это проблема района? Проблема человечества. В общем. А вы говорите, что это проблема и в семье, и в районе, и в стране? Хорошо. И таким образом вы определяете все действия, которые мы делаем в этом направлении? Постепенно, я не могу сразу об этом говорить. Я говорю о направлении, не то, что мы начнем завтра после обеда это делать. Да, я иду в этом направлении. Создание связи между людьми? Да. Сейчас скажите. Пусть будут общие кружки, общий пикник с одним большим ангалом. Не важно что, они наполнят себя, это будет наполнение для всех. Что это за наполнение? Наполнение, ощущение, ощущение наполнения. Молодежь, которая по ночам сидит на лавочках, пусть поиграют нам, а мы сделаем мангал, мы принесем пироги, сделаем праздник на лоне природы, а эти, которые по ночам пускай организуют концерт. С удовольствием. там, где я жил, так и было. Когда были праздники, мы готовились месяц к этому празднику, думали, как мы это будем делать, какие представления, что будет за музыка, как будем танцевать, и чтобы все это было в месте общественной жизни. Но здесь, сегодня в городе нет этого. Организуй. Ты должен дать им такую возможность выразить себя. Пожалуйста. То есть нужно с ними проверить, что бы они хотели делать? Наверняка им это будет нравиться, выступить перед семьей. То есть использовать именно их желание, как-то себя показать, быть известными даже в рамках своего района и развить эту потребность? нужно нужно в это немножко вложить и в том числе финансово. Для мам я бы открыл салон красоты бесплатно. Там тоже будут работать люди из нашего района. Одна приходит, другой оказывает какие-то услуги и говорят о чем-то. Мы заканчиваем нашу беседу. Я бы хотел в предложении или двух опишите мне, что значит идеальный район. Одним двумя предложениями. Что в этом районе должно быть? Все чувствуют себя членами одной исправной семьи. Всего-то навсего. Близки друг другу, понимают друг друга, чувствуют хорошо себя рядом с друг с другом. Это непросто. Нужно работать над собою. Всякий раз, когда я хочу от всех отвернуться, я должен и с ними, и со мной, и со самим собой, и со своими детьми, и против шума, и против всего остального. Мне стоит с ними сблизиться. Я должен работать над этим. Я не просто так работаю, потому что я один из жителей. Есть некто, кто помогает, какой-то психолог, который постоянно с нами работает. И эти сто шекелей мы заплатим ему. Но он работает с нами постоянно. Он постоянно нас организует. Если мы забудем о том, что мы должны хорошо относиться друг к другу, то опять будет деградация. Наш район был гораздо лучше, чем сегодня. И по отношению собачьего помета и шума и всего остального, потому что все-таки имеется деградация. Идет вначале люди соблюдать чистотой сегодня нет. Потому что ты учишься у других, ничего не сделаешь. К сожалению, наше время заканчивается. Подытожим, что хороший район это и семья. Спасибо вам, что были с нами вместе. Мы все одна семья. Редактор субтитров Корректор Субтитров